Собчак живьём Ну, как-то мы недовольны его репортажами Вам тоже не понравилось, да? Нет, причём тут я Мне многое, что может не понравиться Ну, какие-то приколы такие Вот моему внуку понравились бы Ну, у нас в том числе каналы Для вашего внука Даже интересно, да, вот там безе Не знаю, кто такой безе А пирожное безе, интересно, знают? Ну, вот видите, какие есть у нас телезрители И люди, которые работают Я когда с молодым общаюсь, там и говорю На Лубянке, а что такое Лубянка, спрашивают Я думаю, боже, какие счастливые люди Может быть, это и хорошо, что они уже Чего-то этого не знают Ну, вот вы как раз человек, который знает, что это такое Вы боитесь слова Лубянка? А что мне твоё бояться? Мне-то Вас никогда в КГБ не вызывали? Я сама приходила И что? Что вы там рассказывали? Зачем? У меня была такая очень интересная история Я была очень недовольна тем, что Ну, это очень давно было Когда заместитель Андропова был Филипп Денисович Бабков И я была ужасно расстроена Что я не могу выехать за границу А мне нужно было срочно Понимаешь, вот мне вдолбилось в башку Что мне нужно купить платье По-моему, это Да, в Западной Германии Как-то КДФ, что ли назывался, магазин Я его видела в поездке И я думаю, ну мне вот просто необходимо Вот что, думаю, за страна такая? Ну что за жизнь? Что я не могу поехать и купить это платье И, выпив Для смелости Я поехала на Лубянку Можете себе представить? Ну, я не могу Поэтому мне очень интересно Так вот, давай, включая воображение На Лубянку И туда, значит, говорю Мне нужно, вот кто у вас там сейчас сидит? Андропов или кто? Они говорят, нет Встали там все засуетились А это какой год, простите? Это до революции Но я уже популярная была Засуетились, засуетились Видно, позвонили там наверх туда И они говорят, пропустите И я пришла Филиппу Денисовичу Бабкову И он меня спрашивает Что это такое? Что случилось? Я говорю, мне нужно купить платье Он говорит, ну так давай купим Я говорю, вот так вот просто Он говорит, ну давай Что надо? Я говорю, мне надо в Западный Берлин Там это платье Он говорит, ну как, ну Ну давай, ну Давай до ГДР мы тебя переправим Там на машине И купишь платье Я говорю, я Как я могу купить платье? Мне нужно, чтобы моя подруга Приехала и дала мне деньги У меня денег-то нет, валюты Он говорит, ну звони подруге Я звоню подруге Можешь себе представить текст Алина Вот моя вот эта Она говорит, что случилось? Я говорю, я вот сейчас в КГБ нахожусь И у меня есть договоренность, что я могу приехать в Западный Берлин Вот завтра где-то там в 12 час Ты можешь подъехать из Мюнхена с бабками И чтобы мы купили платье Там такое умолчание Алла, с тобой все в порядке? У тебя ничего не случилось? Ты хорошо себя чувствуешь? Я говорю, ну я тебе точно говорю, что я сижу в КГБ Что я вот сейчас, мне разрешают Все, ты можешь Она говорит, я что, больная Береть 6 часов на машине в Западный Берлин Для того, чтобы покупать тебе платье Просто по твоей какой-то фантазии И ты думаешь, я поверю, что ты сейчас мне звонишь Эти твои шутки, знаешь, позвони мне завтра На этом вся эпопея с платьем закончилась Слушайте, но ведь такая шутка в те времена Или чуть раньше, чуть позже ходила Что любой человек, ну не знаю, Брежнев Это мелкий политический деятель времен Аллы Борисовны Пугачевой Я уже слышать эту шутку не могу Да, я к чему ее, собственно, повторяю? К тому, что так можно сказать про любого политика Когда первый раз меня спросили, знаю ли я Нет, я вас про это не спрашиваю Нет, я просто вспомнила, что это было в Швеции Я думала, как мне вот, чтобы этот вопрос сразу убрать Вы слышали этот анекдот? Я говорю, да, слышала А где вы его слышали? Я говорю, в семье Брежневых Мне рассказали И все, сразу отпало Ну вот вы видели огромное количество Уже политических деятелей в нашей стране Вы можете так сказать о действующей власти? Что это тоже мелкий политик времен Аллы Борисовны Пугачевой? Или вы сами это так не воспринимаете? Я вообще об этом не думаю Мелкие они или крупные Я о себе думаю Как мне миленькой жить? Ну вот вы очень часто говорили о том Что вы чувствуете фальшь очень хорошо в людях И сразу это замечаете Вот кто из тех политических деятелей, которые возглавляли нашу страну Казался вам наиболее фальшивым? Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин, смотрите Ну и Медведев Не, они все хорошо держатся Кто самый фальшивый был? Да когда им фальшивить, понимаешь? Они так четко играли всегда свою роль Им это так нравилось И так искренне они все делали Роль это одно Но вы же говорите, что вы чувствуете фальшь в людях Ну чувствую, поэтому я не чувствовала Почему? Ходят абсолютно убедительно Говорят о своих программах Что нужно сделать Никакой фальши Говорят и сами верят А вы верили кому-то из них? Я как весь народ Подожду, подожду А потом уже и не поверю А потом думаю, ну нет, так и нет Ну и не надо Как-нибудь разберемся Это практически, сколько я живу, седьмой десяток лет Народ сам по себе Власть сама по себе Но весь народ, Алла Борисовна, их не щупал Не общался с ними Не сидел за одним столом Вы, у вас была уникальная возможность Увидеть такую череду политических деятелей Своими головами И что? Что тебя так это волнует Это вот политические деятели А если бы ты была Алла Пугачева Ты бы их щупала Или следила бы за ними Ты бы жила своей жизнью Понимаешь? Замечательные, интересные, красивые Мне еще на них смотреть Щупать И там думать о них Нафиг мне это надо Понимаешь? У меня было такое свое царство сцены Что я их воспринимала как зрители Когда они приходили на концерты Все Кстати, твой папа Это был самый Это правда Ярый поклонник Вот когда бы я не приехала в Питер Он всегда приходил на концерт Чего бы ему это ни стоило Уже и вы смеялись над ним И придумали там чуть ли не какие-то там сплетни Что-нибудь Прям роман Но это удивительно просто У меня даже есть заготовка на эту тему Алла Борисовна Да, ну давай Какая? Вот фотография, которая у меня дома стоит Когда я вас первый раз увидела Она у меня до сих пор стоит в кабинете Вы помните этот день? Конечно, помню Это день вашей свадьбы с Филиппом Киркоровым Мой отец, насколько я, если я правильно помню В Санкт-Петербурге Вас тогда обручил Да Вы помните этот день? Хорошо? Конечно, помню Я даже помню, как он упал, бедный Споткнулся А вы так над ним Вы про себя расскажите А что я же не пора? А вы вот что помните из этого дня? Свадьбу? Свадьбу? Не хочу про нее говорить Свадьба и свадьба Что мне про нее говорить, про эту свадьбу? Давай лучше про твоего папу поговорим Я каждый раз, когда приезжаю в Питер Я иду на кладбище Ну, к старовой-то вы, значит, к нему И поскольку, поскольку уж я здесь То могу сказать, что Ну, как его звать-то? Анатолий Саныч Вроде как на телевидении сидим Я тебе этого никогда не говорила А сейчас скажу Он, когда приезжал в Москву Он любил заходить на Тверскую Там, поужинать Там, что-нибудь такое Мы чайком поели И иногда, видно, некому было поплакаться Иногда он говорил Как он переживает за тебя Вернее, не столько за тебя Сколько за ваши ссоры с Людой С мамой Это правда, это так было Ну, просто Ну, так он переживал по-человечески Мне было его жалко Я говорю, да это все пройдет Анатолий, ну пройдет Потому что, ну, подростковый период Нет Ты не понимаешь Это две непростые женщины Он Ланой, по-моему, звал, да? Ланя 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 Она вроде хочет как лучше Но Ксюшка вообще не понимает Боже, что это будет? Что это за характер? Я тебе этого не говорила Но он очень переживал Потому что я говорила Ну, это все, подожди, это пройдет Подростковый период такой Ну, потом Постарше станет Ну, у нас непростые были, правда, отношения Постарше стало А ты все такая же Все скандалишь Ну, я вот вам тогда Со своей стороны тоже хочу сказать Это, конечно, очень нескромно прозвучит Но это правда так Я очень часто Как-то думаю О вас И Только еще раз говорю Это нескромно прозвучит Поймите правильно У тебя нескромно? Да, сейчас я не про то, что искренне на колене Какая редкость И сравниваю какие-то моменты вашей биографии со своей жизнью И, как ни странно, я нахожу какие-то общие черты И думаю о том, что, может быть, вы одна из немногих женщин Которая может дать какой-то совет И чей совет мне бы был по-настоящему важен Ну, так почему ты у меня не спрашиваешь этого совета? Хочу, спроси А, то есть всенародно надо, понимаешь? Прилюдно Ну, почему нет? Вот ты любишь это делать У вас же невозможно Вы действительно Для меня человек Советы давать Вот так вот прилюдно Это значит не тебе лично, а всем А тебе лично Я бы дала свой совет Вы же лично рассказали историю Тебе лично Достаточно интимную Понимаешь? Я не хочу многие вещи говорить прилюдно А может быть, я тоже не хотела, чтобы вы говорили, что у меня с моей мамой были плохие отношения Ну и что? Это все знают Не все Да Извини Ну, то есть я об этом говорю Ну, а может быть, я бы об этом не говорила Я просто слышал это от тебя же Поэтому я так спокойно сказал, что он переживал Ну вот, я знаете, что хотела сказать? Может быть, это прозвучит, ну, как-то странно, но это мое мнение Вот вы говорили в одном из интервью В последнем у Познера О том, что вы такая женщина-женщина Женщина, которая поет А для меня вы как раз не женщина-женщина вот в этом смысле А вы очень сильная женщина А вы очень сильная женщина, вы женщина, которая... И вас так много, что рядом с вами очень мало места для мужчины Ну, это вот так кажется со стороны И, знаете, мне кажется, что у меня в этом смысле такая же проблема Нет, у меня проблем с мужчинами вообще никогда не было И у меня тоже Я не про это Так это у нас общее Но чтобы им было места мало Боже упаси, в этом мы с тобой, наверное, разнимся Потому что я... Я свое-то место вот так вот сокращаю Чтобы им было лучше Конечно, это правда Вот это... Я не знаю, правильно это или неправильно Но это... Я интеллигентная женщина Мне вот надо уменьшить свое пространство Чтобы было удобнее другому человеку Понимаешь, если я вот рядом с тобой нахожусь А как его можно уменьшить, если вы такая большая и объемная? Алла Борисовна, это же очень сложно Ну, как же это большая? Нет, я маленькая Это неправда Я правда, ты же меня не знаешь Я вот могу сказать Я маленькая Нет, нет, это конечно не так Такая пушистенькая И я деликатный человечек Я как появляется там кто-то вот Мужчина в моей жизни Или какой-то человек, который появляется в моей жизни Он просто интересный человек Я уступлю свое место Только лишь бы ему было хорошо Алла Борисовна, вы женщина, которая куда не приходит Все начинают сразу нервно сглатывать, бояться Все знают, что вы вот... Это ваши проблемы Это ваши проблемы Это ваши проблемы Я ничего не делаю для этого Вы абсолютный хозяин в любой ситуации Для миллионов женщин нашей страны Вы как раз олицетворяете такую вот настоящую русскую женщину Которая все на себе тащит, все сама Муж где-то там, такая всесоюзная мать-героиня, одиночка Вот такая вот Вы же этот образ Вы не про, знаете, вот Одри Хэбборг Что ты говоришь? Или про мой образ, который я пронесла в песне? Как я вас чувствую? Может быть, я ошибаюсь Ошибаешься Я боюсь просто, что со мной произойдет то же самое Я вам скажу честно И в этом смысле, мне кажется, это очень тяжелая судьба Подожди, что произойдет? Судьба человека, который настолько большой, что рядом с ним очень мало места всему остальному Скромная ты девочка Ну простите, я вам сразу сказала, что Когда ж ты станешь большой, позвони мне, ладно, я тебе посоветую Нет, ну я не в этом смысле Я имею в виду, что Объясню Я имею в виду в том смысле, что вы как личность настолько яркий человек, что вам тяжело, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь Кажется Построить отношения с другими людьми вокруг Нет У меня вообще нет проблем Хорошо, вот ваш эфир на НТВ, прямая линия, с Аллой Пугачевой Вы второй человек после Путина, у кого такая прямая линия была Ну при чем тут Путин? Второй или третий, четвертый? Ну при том Ну какая разница? На НТВ Большая Ну а что? Ну ни у кого такого не было, кроме президента нашей страны Ну будет, значит, кто-то будет третий, четвертый Хорошо, но вы на этот эфир пришли с Максимом Галкиным Вы же могли туда прийти одна Почему? Ну потому что, согласитесь, что Максима Галкина одного бы на такую линию не позвали Какой ты детский сад? Я просто не могу понять Ну какой ты детский сад? Ну как могли позвать меня без Максима? Это мой муж Это известный человек То есть если бы вы сказали что... Про нас пишут, говорят Понимаешь, и именно нас вдвоем и приглашают Потому что именно это интересно А со мной одной это уже было... Как это? Может еще и когда-то... Ну слушай, сколько лет уже обо мне одной Только и трещат А вот с Максимом это было интересно И как... С их точки зрения журналистка Я понимала, что им вдвоем, когда мы... Это интереснее А ты вот почему-то не понимаешь Странно Нет, я не понимаю Мне просто кажется, что... Кажется, перекрестись Я поэтому вас и пригласила, чтобы спросить из первых... Я тебе и говорю, что это не так Хорошо Но я не хочу много спрашивать вас про личную жизнь Мне интересно в этом смысле... Почему? Концептуально Ну потому что как-то... Меня лично это не очень интересует А меня тоже интересует, так сказать, то, что может интересовать людей Сейчас ты мне будешь про Путина, мне это неинтересно Про Медведева, мне тоже неинтересно Про Путина сразу вы думаете Нет, ну это первое, что у тебя сразу Путин Когда это? Я вам даже еще такой вопрос не задала Подожди Я же не Чулпан Хаматова То, о чем Алысый Ращевский Я же не Чулпан Хаматова Кстати, а если бы вы были Чулпан Хаматовой, вы бы поддержали Путина? Я не Чулпан Хаматова, поэтому я не могу сказать Это тебе лучше знать Если бы ты была Чулпан Хаматова, ты поддержала бы Путина? Ты же с ней общаешься Ну вот, кстати, раз мы говорим о том, что я могу спросить Вообще не поняла, ты поддерживала Путина или нет? Это было настолько непонятно, да, в эту предвыборную кампанию? Мне кажется, это только вам, Алла Борисовна, было непонятно В моем окружении никому непонятно было Поддерживала ты А почему интересно было непонятно? Я не знаю, то ты с Прохоровым вроде как Прохорова защищаешь и поддерживаешь То вроде про Путина неплохо говоришь То вдруг как бы... А когда я говорила, подождите, что я конкретно говорила неплохо про Путина? Ну, я сейчас не могу тебе конкретно сказать Не, не, Алла Борисовна, смотрите Поддерживая Прохорова, ты уже, как бы, получается, не поддерживаешь Путина Алла Борисовна, я не говорила о том, что я поддерживала Путина И в этом смысле как раз вы, насколько я знаю, снимались в ролике 4 года назад в поддержку Путина Да, да, вот я и не скрываю Правильно ли я понимаю, что вы поддержали Прохорова, вот из вашего интервью Для того, чтобы такие люди, как Прохоров, работал у Путина Ну, чтобы они были где-то рядом все Путин, Прохоров, Кудрин очень хороший Есть несколько человек, которые... Значит, рядом все, вокруг Путина или как? Медведев Представь себе, что ты царица, да? У тебя есть сенат такой, да? Тебе нужно 10 человек хороших советников Ты наберешь 10 человек? У тебя есть? Ну, я таких планов просто не строю Ну, представь себе, у тебя же воображение хорошее Вот ты царица, все я Руси Я даже не представляю себе Ну, это плохо Ты же хочешь быть большой и сильный Ну, вы же царица, Алла Борисовна Ну, хорошо, я царица Мне нужно 10 человек Кого бы вы взяли? Ну, я сейчас не буду... Ну, зачем я буду говорить кого? Ну, зачем мне это нужно? Просто я говорю... Ну, подождите, мне-то нужно это еще представлять, а вы реальная царица Подожди трещать, я уже старая больная женщина, меня можно сбить Я говорю о количестве, понимаешь? Такого количества нет рядом с Путиным Всем ясно было, что он будет президентом 10 человек набери, понимаешь? Нет Ну, 3, ну, 4 То есть вы хэт-хантер для Путина, правильно я понимаю? Ну, может быть, я не знаю, что такое хэнтер Ну, это человек, который ищет людей, которые будут работать Ну, нет, я уж, милая моя... Вообще-то, бывшая певица, артистка... Я не хэнт... Хэнт, 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 что такое словечко придумает... Нет, я просто смотрю со стороны и могу сделать выводы, что вот этого не хватает Потому что не хватает прежде всего того, что я выросла на том, что говорили, что партия – это слуги народа Ну, тогда-то уже плохо служили, а сейчас вообще забыли То есть народ в выслужении власти А вообще власть – это слуги, которыми надо хорошо обращаться Которым надо неплохо платить, для того, чтобы они обслуживали нас, народ, понимаешь? Ну, так а если забыли, нужна ли такая власть, которая об этом забыла, что они слуги народа? Такая есть А потом уже, может быть, напомнить, один напомнит, второй напомнит Шучит, как-то и есть Власть можно менять, как напомнить? Да найди сначала 10 человек, тому же Путину, которых он бы прислушивался к которому, понимаешь? Слушайте, Алла Борисовна, вот я смотрю все рейтинги Вы на третьем месте по всем рейтингам популярности сразу после Путина и Медведева Как у меня упал рейтинг Вы самая популярная женщина в России Как у меня упал рейтинг Может быть, вам этим заняться? Чем? Политикой, набрать этих 10 человек Вы можете стать совестью нации Вы самая популярная женщина Ну, я и так совесть нации Мать нации Я могу сказать Вам не кажется, да, что вот этот путь? Ну, так я для этого живу, понимаешь? Я всегда говорю то, что я думаю Когда не знаю, я говорю, ничего не знаю, не понимаю Вы всегда уходите от ответа А вот вы молодые Я никогда не сказал, я что понимаю, то и говорю А вы даже, когда не понимаете, говорите Нет, ну вы же уходите от всех моих вопросов, даже сейчас Вот мне же правда На какой вопрос я тебе не ответила? Мне так интересно с вами поговорить Я не знаю имен, я знаю количество 10 человек Ты мне опять, вы уходите от ответа Ну вот вы же сами об этом начали говорить Я тебе говорю, слуги народа должны быть Ты говоришь, уходит от ответа Ну вот нет, смотрите Давайте по логике Вы говорите, что политики забыли о том, что они слуги народа Ты говоришь, а не задаешь вопрос Если вы решаете Вот представим ситуацию, что Алла Пугачева сейчас решает Кто будут те 10 человек, которые будут заниматься устройством нашего государства И только Алла Пугачева решает, кто президент, премьер-министр и главные ключевые министры Назовите этих людей Я не могу их назвать, потому что я их не знаю Я тебе ответил на вопрос То есть таких людей нет? Четырех, может быть, знаю троих Ну, назовите четырех Ну, я же тебя назвала Ну, Прохоров А президент кто? Вот если это вы решаете Ну, Путин, Шувалов, скажем, Кудрин, Прохоров Вот четыре, тебе хватит пока Президент Путин в этой комбинации? В данной комбинации Путин Что ты от меня еще хочешь? Тогда объясните, почему вы стали доверенным лицом Прохоров Тогда надо по этой логике... Потому что Прохоров, Путин и так победит Это знали все Подождите, если вы считаете, что Ситуация за Путина Зачем за Прохорова? Давай этот вопрос тогда оставим Если ты этого не понимаешь Я тебе объясняю Я голосовала за Прохорова И ты знаешь, почему Потому что это мой друг И я ему помогала Путину я не могла помочь Потому что и так у него полно помощников Хорошо, скажите И я считаю, что я делала правильно Потому что нужны люди Которым мы должны доверять Прохорова плохо знали Поэтому я была с ним Понятно Тебя будут плохо знать Я буду с тобой Хорошо Чтобы узнали тебя получше Хорошо По поводу Прохорова Скажите, а вот с ним какие-то у вас есть финансовые отношения? С кем? С Михаилом Мишей С Мишей? Какие у меня могут быть финансовые отношения с Мишей? Сама подумай Ну вот вы сами говорили, что он юбилей вам платил А в этом смысле? Ну это подарок был, почему нет? Он сделал юбилей А правда, что он принес вам 5 миллионов долларов? Вот как некий подарок Чего? Когда подарил? Ну когда? Подарил 5 миллионов долларов Это, еще раз, я спрашиваю, правда ли это Я не знаю Мне просто интересен сам слух На какой день он мне подарил? На день рождения? Нет, это не правда Жалко Ну а что, в какой-то другой день это было? Нет, просто мне даже странно Чего вдруг Именно 5 миллионов Кто это придумал? Как вы думаете, почему все считают, что вас с ним связывают именно финансовые отношения? Не знаю По-моему, кроме тебя, еще, может, двоих, никто так не думает Нет, я так не думала, Борисовна Я просто задаю вопрос Ну так вот, а я откуда знаю, кто придумывает Но кто придумывает, это их проблемы Я вообще, честно говоря Ну, сейчас, прямо вот сейчас, финансовая помощь нужна телеканалу «Дождь» Поэтому давайте прервемся с вами буквально на минуту Реклама? У нас реклама, да Сколько вам надо? К Прохорову Мы продолжаем прямой эфир с Аллой Борисовной Пугачевой Собчак живьем Алла Борисовна, хорошо, не нравится вам про политику Давайте про епитимью Вы уже знаете Вот я вам сейчас расскажу Дело в том, что буквально сегодня Священник Кураев заявил о том, что он считает нужным наложить на Филиппа Киркорова епитимью Это временное отлучение от церкви Ну, там есть определенная процедура За что это такое? Ну, это наказание церковное За то, что он выступал с Амвона во время крещения своей дочери И за, собственно, его поведение в церкви Что вы думаете по этому поводу? Он сам туда не лез Его пригласил священник Ну, а вообще Это было при мне Ну, что? А как вы считаете, вот та процедура и то, как она проходила в церкви, это правильно? А я откуда знаю, как правильно Я что, церковный служитель, что ли? Но вы же были там? Была Ну, крестили девочку Что еще надо? Но вас не смутило ничего там? Нет Количество камер То, что Филипп Киркоров был на Амвоне Камер там не было Там была одна камера Ну, то есть вас ничего в этой процедуре не смутило? Нет Все было очень чинно Благородно И нам говорили, куда встать То есть Филиппу Бедросовичу предложили встать на Амвон? Конечно Он не собирался туда идти Зачем? Ну, видно, уже так там все смешалось А если бы вам предложили, вы бы встали туда? Я вообще не лезу никуда Нет, ну вот вам сказали Алла Борисовна, пройдите вот сюда и отсюда как-то вот что-то скажите Вы бы это стали делать? Да нет Ну, по-моему, Филипп был в такой вообще восторженно-растерянном состоянии Это можно понять Вот ему скажут, куда идти, он и встанет Ну, так вы все-таки всегда принимаете какое-то участие в его судьбе Я тоже знаю, что вы дружите до сих пор Вот по поводу этой епитемии вы что думаете? Это правильно или неправильно? Неправильно, конечно Слушайте, договариваешься с церковью, разрешение есть крестить ребенка А после этого начинает руками махать Но ведь был большой скандал, что закрыли церковь, что перекрыли проход для верующих Не для верующих, а для корреспондентов, у которых целая толпа Вот это было некрасиво, чтобы они ворвались в церковь А верующих было немного, и они были в церкви Во всяком случае, они здоровались, здрасте, счастья вам, туда же сюда Не знаю, нормальные верующие они прошли А те, которые специально не прошли для того, чтобы поехать Там же практически не было другого народа, кроме тех, кто участвовал в этой процедуре Нет, были, почему? Ну, то есть вас ничего в этой ситуации не смутило? Не было корреспондентов, нет, ничего не смутило Хорошо, а вот попусерает вся эта история Вот вас это смутило? Мне это не понравилось, конечно Ну, кому это понравится, нормальному человеку, что рваются, хулиганят Якобы они там что-то выступают А наказание им не смутило вас? Ну, вот они два месяца уже в тюрьме Да, я считаю, что это неправильно, потому что церковь, она обязана на путь истинный, так сказать, всех наставлять И наказание не такое должно быть Или в монастырь тогда уж их, или поговорить с ними, не знаю В монастырь? Да, почему нет? То есть как наказание на сколько лет? Тоже на семь? Постричь в монахини? Да хоть на год, может, что поймут Ну, три дуры, понимаешь? Абсолютно бездарные три дуры Выскочили Как они это сделали? Я не знаю И зачем они это сделали Но, по-моему, настолько наплевать им, что на церковь, что на Кремль Они считают себя певицами, они считают себя пангруппой Ну, ладно, ну, зря они так себя считают, потому что абсолютно просто клоунада какая-то, в общем, хреновая абсолютно Но наказать надо в монастырь И, наконец, не наказание, а потрудиться там, может, что-то понять, понимаешь? Может, у них просветление какое наступит Потому что... Ну, то есть, епитимью, друзья Ну, нельзя же вот это вот в тюрягу сажать Вы лучше там в церковь у себя разберитесь Почему так можно прибежать туда? Я так думаю, что они даже не понимали, что они делают Что это неправильно Даже как вот не знают Лубянку, там, еще чего-то Для них нормально там прибежать в эту церковь Они даже не представляют себе, что это плохо Слушайте, ну, вы вот, когда отвечали на вопросы анкеты просто Сказали, что одно из ваших главных достоинств это великодушие Да А тут же говорите, что в монастырь на год А это что, не великодушие? Может быть, сказать, что мы девчонки нашалили? Не-не-не-не-не, по жопе Ремнем, понимаешь? Это будет прощение в виде наказания Потому что нельзя такое хулиганство оставлять просто так Великодушие заключается в том, что не в тюрягу Понимаешь? А вот в монастырь, чтобы, может, как-то прониклись бы чего-то Потрудились бы Морковку посажали, редиску Понимаешь? Там с ребеночком можно Понятно А есть вещи, которые вы никогда не простите? Ну, наказание наверняка какое-то должно быть, если тронут моих близких там Или как-то вот каких-то людей хороших Но прощаться оно надо Вот внутри себя где-то вот Ну, это трудно объяснить Это более глобальное прощение Что вот, ну... Ну, вот у вас же был случай, когда ваших близких тронули Я имею в виду историю с Русланом Байсаровым И все, что там происходило Кто? Близкие тронули близких Причем непонятно, по какой причине Когда разобрались, поняли, что бред Вы до сих пор считаете его близким человеком? Ну, почему нет? Это отец моего внука Ну, меня смутило, я честно могу сказать Меня смутило две вещи Первое, меня смутило то, что на каком-то этапе Суд Грозного постановил и встал на сторону, собственно, Байсарова Из чего я сделала вывод А я могу сказать, какие проблемы Мне кажется, что это акт гораздо больше, чем ситуация вокруг вашей семьи Это такая политическая уже разборка Потому что ни один суд Российской Федерации В принципе, невозможно представить, что может принять решение против Аллы Пугачевой А раз суд Грозного принимает такое решение, то Чечня, это, собственно, не совсем Россия Как ты хорошо думаешь о наших судах и Грозненском, и Московском Хорошо, я понимаю, что слово Пугачева, это почти как Патриарх Кирилл Против таких людей не принимают решение Не надо, это ты сказала, не надо такой прямо культ делать И менял Пугачева Я простая женщина Может быть, я популярная Может быть, я там, не знаю, знаменитая Кем-то любимая Но я все равно гражданин И я переживаю такие же проблемы, как все остальные Я могу судиться И он с этим банкиром, который меня оставил без денег Понимаешь? Потом он прибежит, может, спокойно за деньги экспертизу почерка там, значит, купить Но мы все время вперед бежали, платили Но с Байсаровым, вот все-таки это история Что ты прицепилась к Байсарову? Подождите, вы о чем не говорили, вы все говорите, что я прицепилась А зачем ты прицепилась к Байсарову, когда все нормально? Денечка, мой внук, жив, здоров Он с мамой и с папой, вот что главное То есть вы просто помирились, и вы не хотите об этом говорить? Ну, было такое вот недоразумение, я считаю, что, может, тебе не прав, Руслан Ну, что делать? Вот мужское самолюбие От него ушла женщина Она с другим мужчиной Для Чечена это очень важно Что вот сын вдруг с каким-то другим мужчиной А скажите, это правда, что их свадьба прошла по исламским традициям, канонам? Ну, я, честно говоря, не знаю Там что-то они походили, покрутились вокруг чего-то Ну, я знаю, что есть видеокассета, где видно, что это все абсолютно по таким очень исламским Это дома, по-моему, по-исламски мы походили, покрутились, да? А потом, что-то в обратную сторону, что ли, там Я в этом не очень понимаю И так же расторгли это все Меня, честно говоря, во всей этой истории резанула только одна ваша фраза Вы простите, что я это напоминаю, но мне это было как-то вот, знаете, резало сло Это так похоже на Ульяну Центлину, просто удивительно Серьезно? Интонации, да Мы давно очень не виделись Но интонации просто одни и три Вы сказали, это было, по-моему, у Андрея Малахова, когда стали вот разбирать, кому там что подарили И он подарил вам квартиру, и вы сказали, ну, с паршивой овцей хоть шерсть и клок Да, потому что мне нужно было больше Мне кажется, слушайте, ну вы такая гордая женщина, вы так много зарабатываете Зачем у человека, который так обидел на тот момент вашу семью, что-то вообще брать? Это было до того Это был подарок Почему не отказались? Я? От такого подарка? Зятя? Ну, потом уже, когда все это началось Нет, я сказал, что в завещании напишу, что это деньги То есть не хотели сделать такой жест, что... Нет, зачем мне это надо, жест Опять обижать, опять обижать человека Зачем? Живите спокойно Радостно Я считаю, что вот это правильно А там жесты Может, по молодости бы Я какой-нибудь жест такой и делала И не один раз А сейчас Я понимаю, что человека обидеть очень легко А вы деньги любите? Рост только, чтобы не чувствовать себя униженной Почему бы нет? Без денег тяжело Но вы богатый человек? Относительно Я считаю, что у меня есть прибавка к пенсии Я могу жить спокойно лет пять Но на телеканалах вы известны тем, что Вот все время происходит борьба и конкуренция за вас Где вы работаете? Мы все помним эту большую такую телевизионную интригу Между первым каналом и каналом России Где я не работаю? Почему? У меня никогда О, боже мой Ну вот, допустим, если телеканал Откуда ты берешь эти сведения? Ну как, ну я это точно не знаю У меня ни с кем контрактов нет Я свободный человек Вся страна знает про первый канал Что первый канал? Вас нам показывают теперь только в мультиках Причем с негативным оттенком Вы же смотрите С чего ты это взяла? В мульт личности Я работаю там, где я хочу Понимаешь? Когда вы последний раз работали на первом канале? Вот сейчас буду работать В рождественские встречи Мне ничего я им не предлагаю Поэтому у меня и нет То есть у вас хорошие отношения с Константином Львовичем? А как же? Ну как у меня могут быть с Константином Львовичем Эрнстом плохие отношения? Я была на вашем 60-летии Там был Златопольский Там был Доброди И не был Эрнстом Ну договорить-то дай Когда я его знаю Вот с таких вот лет С юных, понимаешь? И мы дружим до сих пор Прекрасные отношения И если я не лезу На канал Какой-то То потому что Ну я не лезу А приглашать я не приглашаю Почему его не было на 60-летие? Откуда я знаю? Я помню, что от канала Россия Все были Ну откуда я знаю? Ну спроси у Константина Львовича Может его не было Может он заболел Ну а вот у Кристины Он был Когда вот мой день рождения Сейчас был Ее концерт Когда может приходит Когда я могу Ну это же такая известная история Про то, что вы увели Галкина С первого канала Он должен был вести Кто хочет стать миллионером Был большой контракт Не повторяй глупости Вот я поэтому хочу выяснить Так вот выясни Вот выясняю Скажи Так это или нет? Вы уводили? Спроси Галкина Вот я и говорю Входят слухи Я же не говорю, что это Вы уводили Галкина? Нет, Ксюш Я не уводила Я была, по-моему, последняя Кто это узнал Потому что Он знал Что я, наверное, буду его отговаривать Он даже Косте ничего не говорил Потому что он говорит Я начну с ним говорить Он меня уговорит Поэтому он все Абсолютно самостоятельно сделал Но легче всего придумать Козла отпущения Алла Борисовна Пугачева Увела Максима Галкина С первого канала Вот только мне этим и заниматься Взрослый парень Мужик Я должна его уводить куда-то Но это правда, что в последний момент узнали на первом канале Что съемок «Кто хочет стать миллионером?» не будет Это я не знаю Я не интересовалась вообще этим вопросом Я просто узнала, что он уже работает на втором канале Была страшно удивлена То есть вы это даже с ним не обсуждали? Он не обсуждал, потому что он самостоятельный человек И уже как факт А то, что вас как-то высмеивают с ним постоянно в мультиличности Вот, наверное, с мульт личностей И пошло вот это, что типа Там я командую А он такой маленький ножками топает Типа не хочу, какой смешной То есть вы смотрите Да, с удовольствием Потому что самый очаровательный там Максим Иногда я прошу, чтобы мне платье меняли Потому что Долгое время шла что-то в одном платье Мне Костя звонит Я говорю, слушай, ну можете поменять мне уже платье какое-нибудь другое? Мне безумно нравятся мульт личности Они смешные И, конечно, сам Вас не обижают Нет Самое смешное Вот когда по магазину, по супермаркету Я его везу в этой корзине Он просит этого шоколадного мишку Ну это такая прелесть Недавно показывали Слушайте, ну вот вы сами сейчас ответили на тот вопрос, который я задавала в самом начале Вы меня за него отругали Вот смотрите Я не помню Раз есть такой Вот смотрите Раз есть такой имидж Что вы его везете там в тележке В супермаркете Понятно, что это не так Понятно, что это комедийный образ Ну и что? Но этот образ есть Он же рождается тоже не просто так То есть рядом с вами А я могу сказать даже Просто так Просто так Свою версию У вас спросить Просто так Рождается Он рядом с вами Я уже отвечаю Я уже отвечаю Рождается он просто так И еще Он рождается из-за виды Первого канала На Максима Галкина На то, что он ушел Вот и все Это понятно ребенку Хорошо Ну вот когда мы говорим Что Высоцкий Вы сами это говорили Такой мужчина-мужчина Да Или там Владимир Машков Ну вот до съезда Единая Россия Тоже такой мужчина-мужчина Брутальный образ Все-таки согласитесь И Максим Галкин И Филипп Киркоров Это мужчины Ну мягко говоря Такого другого типа Такие Почему? Ну другие по этой сути Или это не так? Вы можете сказать Что Максим Галкин Это брутальный мужчина? Конечно А что в Вашем понятии брутальный? Брутальный качок То есть для Максима Галкина? В Вашем понимании брутальный Это мачо-мачо Ну разве Высоцкий был качком? Нет Мужчина-мужчина Мужчина-мужчина Это вот такой вот человек Мужчина-мужчина брутальный В Вашем понимании Это обязательно такое Хык Хык А интеллигентный Мудрый Не по годам Добрый Начитанный Любящий Мужчина Вы думаете Высоцкий Не был начитанным и добрым? Я сейчас про Макса говорю Он для Вас не брутальный А для меня брутальный И я считаю Я не об этом как раз говорю Только так А о чем ты говоришь? Ну это не имеет отношения к брутальности То о чем я говорю Это такая вот знаете Мужицкая такая вот сила Ну это вот мужик Ой Это вот я не понимаю Вот Ваших этих Девичих Как сказать Раскладов Для меня Брутальный И нормальный И то что мне надо Это Максим Галкин Все остальное Меня вообще Не колышет Извини меня насморк Ну а Вы можете сказать Есть ли что-то На Ваш взгляд общего У Филиппа Киркорова Например и Галкина Нет абсолютно ничего общего Абсолютно разные люди Совершенно А ты сама этого не видишь Я вот удивляюсь Слепые Ну что ли Я могу сказать Что они абсолютно разные люди Для меня Но Филипп Киркоров Вас очень любил Вот я всем доказываю Любил вас очень Ну может он и любит А за что меня не любить Я не могу понять Я вот помню Я замечательная Ваши 60 лет И до этого был праздник Который Филипп устраивал По-моему 59 или 58 И все таки это было Ну как сказать 60 это было так все роскошно И зал И тост Но вот когда он делал Это было с такой Какой-то вот Прям вот Как знаете Как школьник На последних сетях Ну выходи замуж за него Если он так тебе нравится Ну я не хочу Советуйте Он тебе такое Сделает Вот именно в этом подростковом Периоде У меня такое Странное ощущение Что у тебя был Какой-то Облом Жуткий облом С мужчиной Да Ну по молодости По юности И этот облом В тебе сидит И мешает тебе жить Понимаешь Со страшной Причем Я прямо вижу Как ты виду не подаешь Делаешь вид Что тебе Типа Ну и ладно Подумаешь Не очень ты хотел А вы так не делаете Никогда Я нет И после этого Как бы даже Начинаешь дружить С этим человеком И вот отсюда У тебя и идет Вот это вот Ну я все равно Я тут буду И я Такой Стервозинка Такая И тем самым Ты стала прикрывать Свою боль Ну уже В 30 лет Можно И по-другому А у вас такого облома Не было в жизни? У меня была их Куча Таких обломов Ну как вы с этим боролись? Куча Это три раза Иногда бывает Одного облома Это с мужьями Или с какими-то другими Нет Ну не с мужьями Бывает в жизни Женщины Один раз Облом Который мешает ей Всю жизнь Скажите Был мужчина Который вас отверг Это вам придет Как-то Нет Не то что отверг Это было лет в 38 Вот так вот где-то Последний раз Слава богу Я сделала вывод уже Я поняла Что я Я не такая уж крутая И не такая уж я сильная И не такая уж я Прямо во мне необходимость есть А вот где-то до этого возраста Я думал, что я кручь, меня нет И вот этот такой вот Был облом Но очень Очень правильный Очень нужный В то время И Сделавший меня Нетиповой Женщиной Потому что самое страшное Это быть типичной И предсказуемой Это правда Вот Это я тебе сейчас доникаю А вы считаете, что я Становлюсь типичной? Уже Начинаешь А в чем проявляется? Ну потому что Тебя могут пригласить Там вести Для того, чтобы знать Что ты сейчас А в чем-нибудь ляпнешь А вот, кстати, мне Правда, ваше мнение Интересно по этому поводу А надо быть непредсказуемой Вот скажите, вы считаете Я неправильно этот вопрос задала? Ну, конечно, неправильно Ни к месту Ну, не к месту А где место-то, Алла Борисовна? Места уже нету нигде Понимаете? Нельзя такие вопросы задавать Под Так задавать В том месте И в то время Когда все подумают Ну, что она Как бы помягче сказать Выпендривается Ну, вы жили в советское время И тогда тоже никогда Это все было не к месту И никогда не было места Где можно задать эти вопросы Ну, мы сейчас живем не в советское время Вам не кажется, что похоже Мы живем в советское время? Сюшенька, дорогая Во все времена Нужно оставаться человеком Все-таки Делегентным и деликатным Я приведу пример Кирилл Серебренников Сказал на Золотой маске Все вырезали Понимаете? Зачем же вырезать скандал? Понимаешь? Как ты Там, типа, пытаешься Опустить Чулпан Хаматова Да я не пыталась Я к ней отношусь С уважением С огромным Ну, это правда Я с Чулпан общаюсь У меня совершенно Да все я тебя знаю Все знают Вы считаете, что я ее не люблю И от нелюбви Это спросила? Это точно не правда Что он находит Место для этого вопроса другое А, Борисович, вот вы пришли А тебе надо на публику было задать Неправда Вот вы же пришли ко мне в программу Я могу вас здесь спросить А Чулпан Хаматова не могла сюда прийти Мне негде было у нее это спросить Ну, не знаю, как там Чулпан Просто, что мне Чулпан Я же тебя люблю, понимаешь? И как бы ты для меня не просто там какой-то посторонний человек Поэтому мне ужасно было обидно Что думаю, ну, блин То есть, а Женя Миронов хорошо Его поведение, это вы считаете? Да это в чем тут Миронов? Вот зачем, думаю, она это делает? Ну, Господи, Боже мой Ну, освистали Ну, там еще что Ну, поговорят Ну, все, понимаешь? Ну, быть королевой нетактичных людей Которым это понравится Это тоже статус Но не твой Надо, почему говорят, предсказуемо Поэтому тебя приглашают Чтобы, типа, вот сейчас что-нибудь Вот мы будем это смаковать А мы вот это поговорим А мы это там в Твиттере напишем В интернете Уже пора в тридцатку-то уже Быть непредсказуемо А вы следите, кстати, за интернетом За Твиттером? Вам вообще это не интересно? По барабану? Вообще Критику не читаете о себе? Да я сама себе самый большой критик Чтобы не писали Я наврека думаю Если там что-то пишут То она же там Эта старуха там вот это сделала Я же знаю, кто пишет Понимаешь? Я знаю, для чего пишет Поэтому мне читать это нереально Не обязательно А кто пишет? Ну, кто? Кому надо вот выложиться Он не пошел на улицу Понимаешь? А пошел Не в подворотню там, знаешь А обсирать людей Ну, то есть вы согласны Что это вот бездельники Которые сидят на диванах? Ну, да Что делать? Им так легче Понимаешь? Я их тоже понимаю То есть это не креативный класс А бандерлоги По большому счету Ну, назови как хочешь Это не я так называю Бандерлогами я Не буду называть Какое-то некрасивое слово Это из Магули Мне и там-то оно не нравилось Бандерлоги Это обезьянки вот эти что? Да? Наверное Это вы у Путина спросите Это Путин так назвал Назвал это ему виднее Просто вот я Ужасно надо хочется сказать Не делай этого Не делай этого Ну, вы извините Вот тоже можно тогда и остаться Вот вы говорите Ему виднее Да вы понимаете Что вы Больше всех этих людей Если бы вы вышли Не доверенным лицом Прохорова Потому что при всем моем уважении к Прохорову Вы больше даже чем Прохоров Если бы вы вышли Как Опра Уинфри выходила в Америке Если бы вы вышли Как выходила Там по другим поводам Мать Тереза Если бы вы вышли И сказали Зачем? Как совесть и честь нации Зачем? Что на самом деле происходит в стране Вы понимаете Что бы это было для страны И этот ваш склад Был бы гораздо больше Чем даже ваши замечательные песни Ты прямо так тупишь наш народ Что им надо объяснять Что происходит Да людям всегда нужен голос Зачем озвучивать Раньше были одни люди Сейчас этих людей нет Вы можете стать Той женщиной-матерью Той вот знаете Надя Каленова Вот выходит женщина Ну ты хочешь такое стать Ты становись Да я не такая Слушайте Я никогда такой не стала Я уже стала той женщиной Которой я стала И больше мне ничего не надо Если меня спросят Я могу ответить Ну как же вы можете говорить Там лучше знает Показывая там на Путина Он знает что ему говорить Ему сказали так можно Он сказал У них там свои советчики Я что должна научить Путина Что ему говорить За кого ты меня принимаешь Я сказала ему виднее что говорить Он же выходит к народу Когда я выхожу к народу С меня спрашивайте Когда Путин выходит Спросите с Путина Я так думаю что у него есть Много людей Вы же не можете не понимать Что вы будучи третьим По популярности человеку Ты меня достала с Путином Понимаешь Ты меня достала с политиком Ты вообще не лезь туда Я просто знаю Что вы бы могли Действительно по настоящему То что я могу И сделаю Понимаешь И сделала Ты займись собой Не уходи от того вопроса Который мы подняли Что тебе надо думать уже Я думаю Я считаю что я сделала Хороший поступок Это мое мнение Нет это не хороший поступок Это глупый поступок Я поступила так же Все равно сейчас Потому что я считаю Что человек не имеет права Со сцены оскорблять людей Которые являются Этим интернет сообществом Миронов не имел права Так говорить Ой 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 Да перестань Тебе все можно А больше никому нельзя Я так не говорила Нет так нельзя Нет ты так думаешь Как думаешь Это страшнее Что тебе все можно Неправда Я так не думаю Думаешь Нет Почему вы так решили А потому что так себя ведешь Подождите То есть если человек Оскорбляет меня При людях Я должна промолчать Я считаю что это неправильно Кто тебя оскорбил Господи Ну перестань господи Никто тебя не оскорблял Хорошо Ну сейчас не обо мне речь У тебя это лучше получать Почему это не о тебе Ну потому что Вы же ко мне пришли Мне о тебе гораздо Серьезнее разговаривать Чем о Путине Хорошо Давайте тогда перейдем В форму того Что вы будете у меня спрашивать Я же все таки вас Ты мне вот что скажи Ты закончила МГИМО Да Питерский да Нет Почему я МГИМО Я МГИМО закончила в Москве Я все хочу спросить У тебя какая профессия По МГИМО Журналистская разве У меня не профессия У меня диплом Я училась на политолога На политолога Ты после окончания Ты занималась именно Вот поэтому Конечно Да Я ходила на курсы А сейчас С кем консультируешься Когда ты начинаешь Там про политику Рассуждать Что значит С кем я консультируюсь Со здравым смыслом Я консультируюсь Нет У тебя же есть какие-то Советники Нет У меня нет никаких У меня есть Визажист Парикмахер И несколько агентов Которые занимаются Гастрогами А это правда что есть психолог Нет Ну то есть я занимаюсь Психологией тоже У меня есть человек С которым я Беседую И который Ну дает Можно сказать Не лекции По психологии Мне это очень интересно Я вам кстати могу Посоветовать Ну не Я сама психолог Просто вот Я вот думаю Даже вот этот случай В ресторане Ну где-то там С этими журналистами Что-то такое Ты Начала сразу Как бы Обхихиковать Эту ситуацию И поступала Абсолютно правильно Я вот Мне поставил Максим Как ты там Какой-то Клипчик там делала С Кальварским Ну типа там Разыгрывали Да Было такое Ну А вы что верите Что я правда Побила журналистов Ой да Они достойны Что вы морду набили Лезут во все Ну вы то уж знаете Что такое Габрелянов Ну не мне вам рассказывать Да я то порадовалась Уж вы человек Который уж с этой Газетой жизни Лайфмилл судится И ненавидится А ты ничего не делала С ними А тогда не интересно Даже не интересно Вы же от них Очень много страдаете Так я говорю Что если бы я могла бы То есть вы бы побили Побила бы Ну потому что Это уже не журналистика То есть это значит Что вы переживаете Интернет вы не читаете А из-за газет переживаете Да не из-за газет Из-за тебя Поэтому я думаю Что когда они Вот лезут Сейчас уже Ко мне они уже Не лезут давно Потому что знаешь У меня С высокой башни коммунизма Наплевать Что напишут Как напишут Что скажут А мне вот извините Кажется вам тоже не наплевать Нет Вы ранимый человек Уже лет 10 наплевать Понимаешь Настолько наплевать Что я уже Меня ранить нереально Обидеть тоже Но это приходит с годами Понимаешь Но когда я Услышала Что ты там с кем-то Подралась Я думаю Ну наконец-то Хоть в этом Тут я была с тобой согласна То есть тут подраться можно А сказать Какие-то вещи Про справедливость В нашей стране нельзя Нет Это был вопрос неуместный Алла Борисовна Нет мест Понимаете У нас в стране получается Мы все не к месту Вот все как-то Мы не к месту Да я почему Я хочу чтобы это показали По федеральному каналу Потому что я считаю Что это важно Не потому что Чтобы меня показали Меня там показывали сто раз А чтобы этот вопрос показали Когда это важно Не свистит зал Понимаешь Это не важно А вам никогда не свистели Алла Борисовна В советские времена Вас не называли Простите Проституткой империализма называли, я сама помню, как вас люди, которые не воспринимали, были такие, все эти советские деятели. Меня называли мешком с лохматой головой, вульгарной, но тут отзавернуло, так не называли, ну что-то, у нас даже нельзя было так назвать в те времена. Слушайте, ну все эти советские тогда боссы, когда вы только начинали, и вы были абсолютным тогда прорывом, в том числе перестройки. Чтобы не было время, это была моя юность, и мне все это нравится. И в юности все легко переживается, понимаешь, все очень легко. Слушайте, так в этом и проблема. Вот я могу сказать, я же разговаривала, здесь у меня был Говорухин тоже до вас. Это же так, ну вот мне, как молодой девушке, я так, может, кокетничаю, но я себя считаю пока молодой. Молодая, конечно. До сорока ты вообще девчонка. Мне обидно, что Говорухин, который был абсолютным таким двигателем либеральных идей, вы, которые пели впервые так нагло и дерзко про Ивы там наверху, символ свободы, вы сейчас, что он говорит, ну вот Путин, да, давайте, вы говорите, что там Путин решит, так и будет, и если я бы... Немножко другую интонацию, я просто сказала, Путин сам знает, что вы говорите. Вы же тогда были свежим воздухом, и сейчас могли бы им стать. Не передергивай, у вас свое поколение, хочешь стать свежим воздухом, становись... Я хочу, чтобы вы стали. Зачем? Я уже встала. Ты разве не видишь? Разве тут нет в студии свежего воздуха? Ты сама говоришь, что мне достаточно того, что я имею. Теперь дело за вами. Поэтому я переживаю, что вы что-то не то делаете. Вы так считаете? Ну, конечно, ну вот ляпать, такие ляпы вообще, то там, то тут, только лишь бы вот показаться необычным. Неправда, я не ради этого это сделала, я клянусь вам. А ради чего? Челпана, извините, я так тебя уважаю. Это правда. Я тебя так люблю. Ну, я бы хочу задать вопрос. Ну, Борис, но у вас другая позиция, здесь нечего обсуждать. То есть у вас такое мнение, я его уважаю. У меня другое. Я за свое мнение, даже если мне будут свистеть все, и в том числе вы, я готова за него биться. Я считаю, что я поступила правильно. Оставь покой уже. Оставь покой Путину. Так давайте тогда не будем на эту тему говорить. Давай не будем, раз все у тебя не получается. Все, смотрите, Мадонна. Человек, вас по-разному в разное время с ней сравнивали. Я не знаю, знаете ли вы это или нет, но... Меня с Мадонной один раз сравнили, глупость какая-то. Вообще никакого сравнения. Нет, ну, достаточно часто происходит эта параллель. Вас и Мадонна. Вот по поводу того, что Мадонна, безусловно, является гей-иконой. Вы тоже являетесь здесь, в России, гей-иконой. Я не знаю, известно вам это или нет. Уговорили мне, да. Да, даже, наверное, в большей степени, чем Мадонна. Журнал «Квир» вас очень часто. Но Гурченко больше была. Гурченко и вы. Вы две гей-иконы России. Это абсолютно... Любят нас голубые. Ну, смотрите, Гурченки, к сожалению, уже с нами нету. Мадонна вот в скором времени в Санкт-Петербурге проводит концерт и общается с этой частью своей аудитории, говоря, что она поддерживает их права в Санкт-Петербурге. Обещала выступить со сцены с протестом против нового закона. Вот вы не хотите каким-то образом тоже пообщаться с этой частью вашей аудитории? Не хочу. Поддержать ваших поклонников? А что мне их поддерживать? Они сами себя поддерживают, знаешь, прямо на площади рвутся. Ну как, ну закон этот есть? Сколько я своим знакомым говорю, геям. Я говорю, что вы эпатируете? Что вы лезете на рожон? Ну, хотите вы так жить? Живите. От природы никуда не уйдешь. Ну что же вы лезете? Почему вам нужно обязательно... Ну давайте сейчас все рыжие пойдут. Вопрос же не про то, что они эпатируют кого-то. А что они делают? Нет, подождите. Мы сейчас не обсуждаем тех, кто эпатирует. Они эпатируют и неправильно себя ведут. Алла Борисовна, закон в Санкт-Петербурге, который был принят, он не говорит про эпатаж геев или секс-меньшинств. Он уравнивает, по сути, педофилию с людьми с другой сексуальной ориентацией. Ну это как будто там надо было, не знаю. Вот может быть против этого протестовать? Ведь все-таки педофилы и люди другой сексуальной ориентации, но это явно не одно и то же. Одни преступники, другие просто имеют другую ориентацию. Может быть вот поддержку этого... Давай я выберу тему, где протестовать какую-нибудь посерьезнее, чтобы ближе к народу там... Вы считаете, что это не серьезная тема? Я считаю, что серьезная, но для этого есть люди, которые в этом больше разбираются. Понимаешь, я себе... Хорошо, например... Я себе... Подожди, дай это говорить, что ты всем перебиваешь. Я себя гей-иконой не назначал. Понимаешь? Они меня назначили, как они там говорят, вот, и кто-то там в этом больше разбирается, пусть они от проблемы... Меня больше интересует, как люди плохо живут там, скажем, там у них их жилищные условия, маленькие пенсии. Вот это меня больше волнует. Хорошо. Против чего Алла Пугачева может выйти и протестовать? Против чего? Я не буду против, я буду только за что-то. За что? Я тебе говорю, еще раз повторяю. За то, чтобы люди жили лучше. Для того, чтобы... Ну вот, дети росли в нормальных семьях. Чтобы мужики больше зарабатывали. Чтобы... Настолько они зарабатывали. Ну, много, немного, но так, чтобы жена могла не работать, а сидеть и воспитывать ребенка. Чтобы учителя в школе были не такие тупые, как то, что я вижу в последнее время в школе. Может быть, систему нужно поменять, чтобы это стало возможным? Ну, давай, вот, становись президентом, меняй. Наверное. Ну, ты такие вопросы задаешь. Ну, конечно, менять надо что-то. Я даже... А что менять? Ну, откуда я знаю? Я что? Политолог. Может, людей надо менять? Ну, наверное. Слушай, спроси меня, в какой... Песня у меня отремодуляции. Понимаешь? И сколько... Вот это я профессионал. Что касается вашей интересной темы политики, мне настолько вообще это неинтересно. Вот вам интересно... Вы сами туда вписались, в эту президентскую гонку. Я не вписалась. Я хорошая. С Прохоровым, правое дело. Про Суркова стали высказываться. Знаете, вы сами туда... А потому что я обиделась. Да, мне позвонили и сказали, этого не делать. Что такое? Мне звонят и говорят, так, надо делать по-другому. Как будто мне сказали, что делать, а потом надо делать по-другому. Я была просто оскорблена. Но Вы Суркова ни разу в глаза не видели, а такие вещи про него говорили. Я не видела. Видели? Это мой приятель. А, серьезно? Да. А он потом на вас не обиделся за такие слова? Не спрашиваю. То есть вы после этого встречались? Нет. Нет, не встречались. Нет, не встречались. Сурков. То есть вы перестали общаться? Ну, я что, я должна звонить, сказать, давай общаться? Потому что давайте я для наших зрителей скажу, что у нас есть деправого дела. Ваша фраза про Суркова звучала так. Сурков сказал, если вы думаете, что мы вам не помогали, то теперь будем мешать. Владислав Юрьевич сошел с ума. Да. Так вы это сказали. Жестко? Жестко. А зачем меня обижать? Я ничего плохого не делала. Зачем меня пугать? Какие-то людей присылать, подсылать там. А кто вас пугал? Ну, приезжали там, ну, не буду назвать, это один из них мой приятель. Другой там, значит, передавал мне чуть ли не угрозу от этого Воробьева Андрея из Единой России. Я его в глаза не видела. Он прямо угрожал вам? Ну, мне передавали это. Понимаешь? Через мои друзья. Он угрожал чем? Ну, что вот там, это мы сделаем, тот не будешь, театр строить не дадим. Нет, ну что, то есть не дадут строить театр? Да, там еще что-то. Я сказал, ну, не дадут, не надо. А сейчас идет строительство театра? Идет, идет. Поэтому мне было ужасно обидно, что думаю, что у меня как с девочкой со мной. Слушайте, а ведь театр строит брат этого Воробьева, компания «Русское море». Уже нет. То есть забрал деньги от него? Вышли. А, то есть именно из-за этого, получается, они вышли из строительства и сейчас этим занимается кто? Ну да, поэтому мы немножко затянулись. Подождите, то есть получается за поддержку Прохорова вас наказали? Ну, пытались, во всяком случае. То есть «Единая Россия» саму Пугачеву пыталась за это наказать? Мне уважно. Я не интересуюсь этим вопросом. Есть Финкельштейн Евгений, который занимается этими вопросами. Будьте любезны к нему. Он знает, вышло «Русское море», там вытекло. Вы только что сказали, что уже вышло. Мне так сказали, мне так сказали, вытекло. А кто теперь этим занимается? Вот Евгений Финкельштейн. Я его хорошо знаю из Питера. Женен, да. Очень хороший организатор. И сейчас надо только пройти эту градостроительную... Женя занимается русским радио в Санкт-Петербурге, помимо всего прочего. У него большая билетная компания. Для полного. Слушайте, ну вы, вот видите, пострадали тоже, получается. Да ладно, это райстрадания. Это я не плачу, уважаемые телезрители. А вот, кстати, человек, который все знает про фальшь. По вашему мнению, Путин плакал тогда на площади? Или это правда был ветер? Как вы считаете? Вы же по мимике можете уже все определить. А я не видела. Вы не видели этот репортаж? Я вообще мало смотрю про это. Мне это неинтересно. Абсолютно неинтересно. Ой, Алла Борисовна, вы меня прямо... Мне интересно, вот женщина позвонила на НТВ, сказала, я никогда, мне 80 лет, я никогда не имела французские духи. Видела? Вы не могли бы, у меня тоже 15 апреля день рождения. Вы не могли бы мне подарить духи? Вот это мне интересно. Ну, поехали, подарили. Какие ваши любимые духи? Ой, сейчас скажу, все начнут. Ну и хорошо. Ну, я люблю и десуар. 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 И еще люблю натуральные сандал, белый сандал больше, и мимозу. Слушайте, ну вот я знаю, что вы... Познаются в аптеках. Вот так вот. Я знаю, что вы много лет с Юдашкиным сотрудничаете, и он шьет для вас наряды. А почему вы никогда, у вас же есть и возможности, и деньги, почему вы никогда не заказывали у Диор, у Шанел, у Дживанши? Дживанши, они же тоже шьют на заказ и делают наряды. Я терпеть не могу. Шанель, вот этот вот стиль. Вообще у меня абсолютно свой стиль. С тех пор, как придумал Слава Зайцев мне балахоны, я в них себя так хорошо чувствовал себя. Вам и на страны дизайнеры не нравятся? Нет, гатье я люблю. Хорошо. Еще одна сложная тема. Я знаю, что вы... Еще одна, а до этого какая была? До этого простые. И вы меня в основном спрашиваете. Мне даже как-то неловко, столько к моей личности такой интерес. Я, честно говоря, смущаюсь. Я что, в первый раз разговариваю. Если великая Алла Плачева интересуется моей жизнью... На Новый год там у Прохорова где-то там еще что-то вижу, только издалека. И маленькую вот так вот видела. Конечно, мне сейчас интересно было. Но если честно, у меня есть разочарование. Потому что на главный вопрос, который был интересен мне, мне, честно говоря, в этот момент было даже все равно на наших телезрителей. На главный вопрос, который был мне интересен, вы не ответите. Какой? Ну, я могу еще раз повторить. Ну, повтори. Последний раз, последняя попытка. Ну, давай, ну что. Знаете, Рейган уже, когда перестал быть президентом, один раз приехал с лекции к людям. И людей пришло меньше, чем обычно. Было ползала. Он вышел, и начали перечислять все его звания. Честно говоря, говорите, это Рейган, актер, член, там, такого-то, такой комиссии, почетный доктор наук такого университета. Ну, вопрос давай. Все это перечислили, президент Америки, автор таких-то книг, Рейган. И он так вышел, и говорит, слушайте, я вот тут послушал все свои звания, и понял, что вас так мало, а меня тут так много. У меня основной вопрос был к вам, по отношению именно того, что насколько тяжело быть такой сильной женщиной в стране относительно слабых мужчин. Я этого не испытывала никогда. Рядом со мной... Не чувствовали, что рядом с вами кругом много слабых мужчин? Со мной не было слабых мужчин. Со мной всегда были интересные мужчины. Ну, и между ними иногда были такие мужчины, как пищевые добавки к моему творчеству. Между основными. Понимаешь, которые меня как бы... Это кто конкретно пищевая добавка? А я не скажу тебе конкретно, потому что я деликатный человек. Слушайте, вы говорите, сильные мужчины, сильные мужчины. У меня всегда были отличные мужчины. Вот я сидела с пачками материалов про Аллу Пугачеву, и, извините, сильные мужчины не будут давать про вас постоянное интервью, пиарить на вашем имени. Это только пять человек. Сильные мужчины не будут сидеть с вами, знаете, вот из серии «Я с Аллой Пугачевой» тоже вот как-то в эфире. Сильные мужчины не будут этого всего делать. Я не могу себе представить Путина или Навального, или там Фридмана, или Прохорова, которые, знаете, с вами вот рядышком посидеть. Но это невозможно представить. Если замужем лет 10 за Прохором, я посмотрю, как он будет говорить о тебе. Он на мне не женится никогда, Алла Борисовна. А может женится, кто его знает. Понимаешь, поэтому ты сначала проживи с человеком 10-13 лет, как я, предположим, с Болдиным. Потом будешь рассуждать. Слушайте, но это же никогда не будет Галкин и его женщина. Да ты хотя бы 5 лет чем-нибудь проживи, тогда ты поймешь, что этот вопрос неуместен. Алла Борисовна, вы умная женщина, вы понимаете. Со мной всегда были лучшие мужчины. Лучший директор Евгений Болдин. Таких еще поискать. Один из лучших певцов и красивых мужчин, Филипп Киркоров. И все они останутся мужчинами в жизни Пугачевой. Понимаете, а не наоборот. Это всегда будет Пугачева плюс один. Я останусь в жизни этих мужчин. И, слава Богу, зависть, Ксюша, мерзкое чувство. Все, что я могу тебе сказать. Никак ты не можешь... Ты все время говоришь, что я не отвечаю. Я тебе уже второй раз отвечаю, что у меня такого не было. Но ты не можешь принять этот ответ. Ты не можешь поверить, что такое в жизни, такой женщины, как я, может быть. Может быть, что, что рядом с вами сильные люди? Они отличные люди. Это я верю. Они люди, нужные мне были. Это я верю. Это как раз я в это я верю. Поэтому я очень везучая, счастливая и, можно сказать, просто удачливая женщина по поводу мужчин. А то, что сейчас, это я вообще стараюсь только, чтобы не трогали. Потому что мне такое счастье привалило вот с этим парнем, что я больше уже не хочу говорить с глазом. Слушайте, а вся эта история с тем, что вы любите азартные игры, вот как сейчас, когда закрыли, что я... Ой, ужасно. А как вы решаете эту проблему? Где играете? Да никак. Не играю, и все. Говорят, что вы приходите в белорусское посольство играть там. Это правда или нет? Первый раз слышу, что в белорусском посольстве... Мне сказали, что есть две точки в Москве, где до сих пор играет Пугачёва. Это белорусское посольство и на Киевском вокзале какой-то казино подпольное. Нет, я не играю. Это неправда? Нет, это неправда. Я даже не знал, что такое может существовать. Вот это да. Ну, есть же Атлантик-Сити, тогда Лас-Вегас, может быть, и так далее. Ну, что я там попросил, что так далеко? Если там буду, конечно, Лас-Вегас, очень мне автоматики нравятся. Это так стирало все мне. Как ластиком все, негатив какой-то, усталость, все стирало. Но вы огромные деньги проигрывали там? Я огромные деньги выигрывала. Алло. Между прочим. Сколько? Самый большой выигрыш как? Два миллиона, два с половиной. Долларов? Долларов, но не рублей же. С ума сойти. А проиграли? Ну, наверное, где-то их и проиграла. В этот же раз или в другой, как обычно? Нет, за все время. Я очень умело играла. И всегда играла не как азартные иглы. А вы не согласны с тем мнением, что в казино невозможно выиграть? Что в казино всегда казино выиграли? Во время надо останавливаться. Надо уметь играть. Потому что есть люди очень азартные. А я не азартный. Я туда только в одно место и ходила. За комфортом. Там была уж такая... В Шангрелу. Да. Такая это прелесть была. Во-первых, это закрытый клуб. Во-вторых, компания Лелёк собралась. Ну, просто замечательно. Ну, надеюсь, сейчас ты не будешь говорить, а кто? Я, естественно, не скажу. Поэтому... Потому что это тоже некрасиво. Так я и молчу уже, Алла Борисовна. У меня все это... Это не спрашивайте, это нельзя. Все, понимаете? Ну, слава богу, что-то уже научилось. Тогда вам дарю просто книгу. Нет, давай тогда говорим. Я считаю, что казино нельзя, как детей, типа, лишать игрушек. Давайте выкинем все игрушки. Это глупо. Я считаю, что должны быть казино, ну, такие вот, при гостиницах, предположим. Или закрытые элитные клубы, где люди играют. А вот там копейки несчастные вот этим пенсионеры продували, думая. Они же не могут идти в такие большие клубы. То есть плебс не должен играть, так получается. Да, ну, я считаю, что они... Вот их надували, понимаешь? Там, где они играли... А как это разграничить? То есть что, только ставками большими? Или как разграничить, чтобы... Членскими, взносами, клубами. Ну, давай, а то я совсем уже больная. Давайте все, я вам дарю книгу. Ой, а что это такое? Каждому своему гостю я дарю книгу. Я посмотрела... Ты книги пишешь? Нет, нет, это не моя книга. Вы откройте. Я посмотрела ваше интервью, и мне показалось, что у Познера самый искренний момент был тот, когда вы говорили о времени. И о том, что вы ненавидите часы. И о том, что время уплывается. Ну, что делать? Мне показалось, что это очень искренне. Ну, неужели не искренне? Когда-нибудь поймешь. А что самое страшное в потере времени? Нет, самое страшное, когда мне... Ну, Федоров, вот, Клазник, Святослав. Он мне сказал, когда мне эта фобия времени началась. Он сказал, что... Ну, сколько? Ну, еще лет 20-30 проживешь. А я говорю, еще лет 20-30 проживу. А он говорит, а ты не считай годами. Ты считай днями. И когда он мне сказал, что 20 лет, это всего лишь там что-то... Сколько дней? Каркулятор есть? Это 80... 80 тысячечек? Идеально. Ну, представляешь? То есть 20 лет, кажется, много. А 8 тысяч дней мало. И когда ты начнешь задумываться, что ты... Вот так вот быстро идет жизнь, то какие песочные часы. За каждый день страшно. Хочется его прожить радостно. Вот когда вот это в голову вошло мне, конечно. Ой, господи, школьная библиотека, это мое детство. Вы скажете название, скажите. Сказка о потерянном времени. Евгения Шварц. Произведение печатается без сокращения. С матом. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня, Алла Борисовна. Спасибо тебе. Это была программа «Собчак живьем». Сразу после меня Алекс Дубас. Спасибо всем большое. Сегодня в гостях у меня была Алла Борисовна Пугачева. Ну, а сейчас, как обычно, сюжет Романа Романовича. Пока. Спасибо. Собчак живьем. Собчак живьем.